Пожалуй, не найдется человека, который не любил бы сладкую, сочную, ароматную клубнику. Сезонное лакомство, обожаемое детьми и взрослыми, невероятно полезно и вместе с тем не нагружает организм лишними калориями. Казалось бы, сплошная польза и масса витаминов. Хочется есть клубнику не переставая и в огромных количествах. Но не все так просто. В этом видео мы расскажем вам о пользе и вреде клубники, сколько можно ее съедать без нежелательных последствий для здоровья, кому лучше проявить осторожность и умеренность, не увлекаться яркой летней ягодой. Надеемся, эта информация будет интересной и нужной для вас и ваших близких. Клубника – это естественный источник клетчатки, витаминов и минералов, что делает ее не только вкусным десертом, но и настоящим природным лекарством. Однако это не значит, что можно поглощать ее, не соблюдая при этом никакой меры. Если нет противопоказаний, о которых будет рассказано в этом ролике, то можно баловать себя популярным лакомством ежедневно, но в количестве не более 300 граммов в день. Чтобы понять, в чем состоят целебные свойства клубники, достаточно узнать ее состав. Клубника – признанный лидер среди ягод по содержанию полезных веществ. В клубничной мякоти соки содержатся фолиевая кислота, аскорбиновая кислота, витамин С, каротин – предшественник витамина А, а также пектин, клетчатка, железо, йод, кальций, а еще фосфор, марганец и фруктовые кислоты. Богатейший набор важных для здоровья компонентов. Витамина С в клубнике не меньше, чем в цитрусовых и киви. Только в одной крупной ягоде содержится 18% суточной нормы витамина С. Клубника обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием за счет элаговой кислоты и флавоноидов. Этот эффект позволяет дольше сохранять свежий и молодой вид кожи и препятствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Авторитетными исследованиями было доказано, что у женщин, употребляющих не менее трех порций клубники в неделю, риск сердечного приступа снижается на 34% по сравнению с теми, кто ее не ел. Высокое содержание фолиевой кислоты делает клубнику бесценным продуктом для беременных, так как это вещество необходимо для правильного внутриутробного развития органов и тканей ребенка. Однако съедать ее рекомендуется не более одного стакана, убедившись вначале в отсутствии аллергической реакции. Клубника замечательным образом влияет на женское здоровье, препятствует развитию рака груди, освежает кожу, улучшает рост волос, активизирует обмен веществ и даже улучшает настроение. Клубника – излюбленный ингредиент косметических средств и масок. Ягоды содержат салициловую кислоту, которая помогает удалить отмершие клетки и загрязнение кожи. Клубника отбеливает кожу, обесцвечивает пигментные пятна и веснушки. Для мужского здоровья клубника не менее важна. Мужчины нередко сталкиваются с заболеваниями печени и желудочно-кишечного тракта. Клубника мягко стимулирует перистальтические движения кишечника и благотворно влияет на функцию печени по очищению организма от токсинов. Кроме того, мужчины по сравнению с женщинами в большей степени подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому защитное антиоксидантное действие клубники на сердце и сосуды будет способствовать сохранению здоровья и работоспособности представителей сильного пола. Нельзя не сказать о положительном влиянии клубники на уровень мужского полового гормона тестостерона. Ягода содержит в своем составе цинк, микроэлемент, который необходим для выработки качественных сперматозоидов. Кроме того, клубника славится как один из самых мощных афродизиаков. Антиоксидантное действие аскорбиновой кислоты и флавоноидов препятствует возникновению рака предстательной железы. Клубника характеризуется еще целым перечнем замечательных свойств. Например, она нормализует артериальное давление и снижает уровень плохого холестерина в крови, то есть липопротеидов низкой плотности. Клубника также укрепляет стенки сосудов и способствует разжижению крови, что предотвращает развитие такого серьезного осложнения, как тромбоз. Клубника является низкокалорийным продуктом, а значит, сторонники здорового питания могут смело употреблять ее без вреда для фигуры. Клубникой можно смело заменить покупные сладости, что кроме всего прочего еще и поможет сохранить красивую улыбку, не допуская кариеса зубов. В ягодах клубники содержится очень много пищевых волокон, что также немаловажно для тех, чья цель оставаться всегда в хорошей форме. Это еще одна причина на постоянной основе включать клубнику в рацион питания. Отличная идея состоит в том, чтобы поддерживать стройность фигуры, используя в качестве легкого перекуса смузи на основе клубники. В клубничных смузи сохраняются все ценные свойства свежих летних ягод. Можно дополнить состав такого напитка бананом, это добавит ему питательности. В жаркую погоду, когда особенно хочется свежести, уместно добавить в коктейль листочки мяты и пару столовых ложек натурального йогурта, но только без вкусовых добавок. Еще один замечательный рецепт здорового питания – коктейль из клубники и листьев шпината с добавлением небольшого количества тыквенных семечек. Благодаря такому составу напитка можно получить мощный заряд бодрости на целый день. Клубника отлично улучшает аппетит. В народной медицине клубнику издавна применяют при упадке сил, малокровии, анемии, гипертонии, атеросклерозе и приматочных кровотечениях. Клубника способна укрепить систему иммунной защиты, повысить сопротивляемость организма по отношению к возбудителям инфекционных заболеваний, что особенно важно в периоды подъема заболеваемости гриппом и сезонными вирусными инфекциями. Стоит обсудить тему употребления клубники при диабете. Люди, страдающие сахарным диабетом, часто относятся к клубнике довольно настороженно, поэтому следует досконально разобраться в данном вопросе. Итак, калорийность клубники составляет всего 41 килокалорию на 100 граммов ягод при гликемическом индексе равном 32 единицам. Это невысокий показатель, находящийся в диапазоне пониженных индексов, то есть можно смело утверждать, что после употребления клубники повышение сахара в крови не будет слишком выраженным, поэтому в умеренных количествах клубника разрешена при диабете. Однако при этом нельзя забывать, что клубника содержит фруктовый сахар в фруктозу, поэтому после употребления этой ягоды, конечно же, будет наблюдаться повышение уровня сахара в крови. Чтобы не произошло его скачкообразного подъема, за один прием нужно съедать не более 200 граммов, то есть одного стакана клубники. Ее можно съесть на завтрак или днем после основного приема пищи в качестве десерта. При диабете нельзя допускать резких колебаний уровня сахара, поэтому перед употреблением клубники необходимо съесть продукты, которые будут медленно перевариваться, и только после этого можно будет есть ягоды. Диетологи советуют есть клубнику в первой половине дня. Чтобы не допустить раздражения желудка, специалисты также не рекомендуют есть клубнику натощак. Если очень хочется позавтракать клубникой, то лучше смешать ее с йогуртом, чтобы смягчить действие фруктовых кислот на слизистую оболочку желудка. Клубника неизменно ассоциируется с летом, но что делать, если хочется баловать себя любимым лакомством в течение всего года. Отличным решением является заморозка. На протяжении 8-9 месяцев 90% витаминов сохраняются в замороженных ягодах в неизменном виде. Однако здесь присутствует очень важный нюанс. Употреблять клубнику следует только после первого размораживания. При повторном замораживании и размораживании она полностью утрачивает свои замечательные свойства. Оздоровительными свойствами обладают не только ягоды клубники, но и другие части растения. Из листьев клубники можно приготовить очень вкусный и полезный чай. Как его приготовить? На 500 мл вскипевшей воды нужно взять столовую ложку сушеных измельченных листьев и пол чашки мелких ягод. Залив водой, дать настояться. Такой напиток не только приятен на вкус, но и служит бесценным источником полезных веществ. Можно заваривать листья клубники и черной смородины. Этот состав очень хорошо применять при простудах. Для его приготовления 70 граммов сухого сырья заливают двумя стами миллилитрами кипятка и настаивают. Собирают листья во время цветения растения, так как именно в этот период все полезные вещества накапливаются в его наземной части. После сбора листики промывают и выкладывают для просушки в проветриваемом тенистом месте вдали от палящих прямых лучей солнца. Периодически листья необходимо переворачивать. Несмотря на исключительные свойства клубники, нельзя не упомянуть о том, что, к сожалению, это один из продуктов, на которые чаще всего возникают аллергические реакции. Поэтому при употреблении клубники нужно обязательно соблюдать осторожность. В группу риска входят люди, страдающие астмой, экземой, нейродермитом, крапивницей, аллергическим насморком. У них аллергическая настроенность организма очень высокая. Кроме того, стоит воздерживаться от употребления клубники при обострении воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастрит с повышенной кислотностью, гастродуаденит. Фруктовые кислоты в составе ягоды могут усугубить состояние, особенно при неумеренном употреблении. При наличии камней в желчном пузыре продукт может привести к ухудшению самочувствия, так как клубника обладает желчегонным эффектом. Цистит и болезни почек также требуют осторожности, ведь клубника обладает еще и мочегонным действием. При подобных хронических болезнях не стоит употреблять эту ягоду в качестве перекуса. До новых встреч на новых видео!